Илья, на сегодняшний момент последний турнир в UFC был проведен 15 марта. Более того, все крупные спортивные мероприятия были приостановлены больше месяца назад. И на то, конечно же, есть очень весомая причина. Ведь во всем мире сейчас происходит ожесточенная борьба с эпидемией коронавируса. Но буквально на днях был анонсирован турнир по рестлингу. Компания WWE получила разрешение от губернатора штата Флорида на проведение турнира без зрителей. И это дает немалую надежду на то, что UFC сможет получить вожделенное разрешение на проведение своего турнира, который был запланирован на 9 мая. Хорошо это или плохо? Можно по-разному реагировать на данную ситуацию. И сегодня мы решили выразить два диаметрально противоположных мнения на этот счет, приведя в пользу каждого из них по три аргумента. Ситуация во всем мире давно вышла из-под контроля. Бушует пандемия. При всем этом США занимает первое место по количеству заболевших коронавирусом. Более 650 тысяч человек инфицирован. 28 тысяч погибло. По Нью-Йорку ездят морги на колесах, которые складывают погибших людей. Не уверен, что сейчас самое удачное время для проведения турнира. Конечно, в первую очередь встает финансовый вопрос. Ведь по договору с ESPN в UFC в 2020 году обязаны провести 42 турнира, которые будут показаны в эфире канала. И за это промоушен получит ни много ни мало 750 миллионов долларов. Согласитесь, эта сумма стоит того, чтобы попотеть и постараться провести оставшиеся 35 турниров за 8 месяцев. В США сейчас наступил серьезный экономический кризис. Многие люди остаются без работы. Правительство помогает гражданам, выделяя деньги, которых должно хватить лишь на еду и самое необходимое. И посреди всей этой жести турнир по системе Pay-Per-View со стоимостью доступа в 70 баксов выглядит как-то неуместно. Также нельзя забывать и о том, что UFC несет ответственность за многих работающих людей компании. В том числе и бойцов, которые, как и многие люди, в это время остались без работы и без средств к существованию. И проведение турнира, естественно, очень поспособствовало бы получению столь необходимой финансовой поддержки для тех людей, которые связаны с компанией. Конечно же, я и сам поскорее хотел бы вернуться к нормальной жизни и иметь возможность смотреть свои любимые спортивные мероприятия. Однако именно сейчас, на фоне всего того, что происходит вокруг, проведение турнира, несмотря ни на что и вопреки всему, в большей степени выглядит ужасно. Ну и, конечно, самое главное, что в такой сложный для всего мира период жизненно важно сохранять позитивный настрой. И такое отвлечение от внешних проблем, как любое большое спортивное мероприятие, турнир UFC в нашем случае придаст моральных сил людям и поможет, пусть и частично, снять накопившийся стресс. Не поймите меня неправильно. Я, как и все, хочу, чтобы UFC возобновили свою деятельность и продолжили радовать нас своими игрантами. Но, на мой взгляд, было бы уместеннее подождать еще пару месяцев и начать проводить турниры сразу, как только эпидемия пойдет на спад. Безусловно, во всем мире на данный момент достаточно сложная ситуация. Но именно сейчас очень важно находиться на позитивной волне. Будь в изоляции, чтобы не подвергать себя и окружающих опасностям. И такого рода события, как турнир UFC, определенно в этом помогут. Люди смогут легче переносить время карантина, зная, что в конце недели их ждет очередное мега событие от любимого промоушена. А как ты считаешь, стоит ли UFC организовать турнир 9 мая? Или же в данной ситуации это неуместно? Пиши об этом в комментариях, а также пиши свои аргументы в пользу того или иного мнения. Это Илья Герасимов. А это Иван Немумин. Обязательно подписывайся, ведь впереди тебя ждет еще очень много всего интересного. Ставь лайк. До свидули. Pay-per-view. Сначала плати, потом смотри. Но буквально на днях был анонсирован турнир. Но буквально на днях был анонсирован турнир. Ты у меня с тобой пожал, да? Стоит раз уже поворачивался. Я буквально не поворачивался. Я буквально.